Ну что, друзья, как я обещал, я продолжаю рассказывать про инвестиции для начинающих инвесторов. И я обещал показать портфель сына. Вот сейчас я покажу, как мы его формировали и на каком основании. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Как я и говорил, мой сын воспринимает то, что я говорю, он слушает, и он начал зарабатывать деньги. И от каждого своего заработка он откладывает, сколько может, денежки в инвестиции. И вот посмотрите динамику нашего портфеля. Сначала он зарабатывал летом, в июле месяце. Вот он пополнил, и я помог ему внести какие-то деньги в инвестиции. Сейчас я покажу, в какие. И эти деньги начали сначала расти, потом падать. Ну, все как обычно. Потом где-то вот он начал работать снова, вот в ноябре буквально. И заработал еще денежки. Мы еще вложили в портфель. Ну, а потом еще доложили в портфель. Вот эти вот пока еще, в общем-то, лежат в кэше. Итак, смотрите, вот мы начали вкладывать в июле, а потом в ноябре. Куда мы их начали вкладывать? Как я и говорил, что все аналитики, все эксперты предлагают разбить портфель пополам. Половина в валюте, половина в рублях. И ту и другую часть разбить на вложения в различные отрасли. То есть, диверсифицировать. Ну, так как денег мало, диверсифицировать сразу не получается. Поэтому просто мы начали, по крайней мере, с чего-то. Мы начали, ну, как бы то, что есть. Посмотрите, какие есть отрасли, по крайней мере. Смотрите, ну, денежные средства, телекоммуникации, здравоохранение, сырьевая промышленность, машиностроение и транспорт, потребительские товары и услуги. Ну, я уже говорил в прошлом видео, что это личный кабинет Тинькофф. Вот он такие отрасли, по крайней мере, разбил. И здесь он показывает, по каким отраслям. Так как я не могу сразу разложить портфель по всем отраслям, то я начал выбирать, а куда в первую очередь вложить. И когда был июль месяц, в общем-то сказать, там, ну, я смотрел, естественно, за рынком, и получалось, что растут, как называется, телекоммуникации, техи, высокотехнологичные компании. Ну, в Америке это были, росли там все эти, Amazon, Facebook, значит, что там еще, Apple, ну, вот такие компании. И у нас рубли, поэтому я думаю, а какие у нас компании из этой отрасли. Ну, у нас выбор намного меньше, это был Яндекс. И по Яндексу, ну, во-первых, он уже к тому времени хорошо вырос, потому что, ну, вы помните, там были проблемы какие-то, Яндекс хотели там прижать, отобрать, отжать. Вот, ну, потом, когда Яндекс ввел там, ну, короче, договорились, вот, Яндекс начал расти, и я читаю новости по Яндексу. Значит, у нас свирепствует коронавирус, значит, все сидят на изоляции, Яндекс доставка, Яндекс такси, все это работает прекрасно. Яндекс какой-то драйв, это каршеринг там, система, что-то еще. И, к тому же, летом я ехал по Садовому кольцу и увидел чудесную машину, которая вся увешана какими-то железяками, на ней было написано Яндекс. И, насколько я понял, это был Яндекс Автопилот. Ну, то есть, там сидел человек в машине на водительском кресле, но я не знаю, так сказать, управлял он ею или нет. То есть, Яндекс сейчас проводит очень активно, вы знаете, исследования в той же области, что и Тесла, то есть, беспилотное вождение. То есть, ну, я считаю, что у Яндекса есть перспективы, и поэтому я первое, куда решил вложить деньги Кирилла, это Яндекс. Июль месяц, вот этот кружочек, видите, да, это на момент вложения. Вы видите, что акции к этому времени бешено уже росли, но так как мы вкладываем не на текущий момент, не с целью спекуляции, а навсегда, как я уже говорил, то мы просто вложились, не думая абсолютно, на каких уровнях находятся акции. Вот здесь. И просто он продолжил расти, потом, значит, упал, потом снова продолжил расти, потом снова упал и так далее, и так далее. Я не сфотографировал этот скриншот. Вот, на самом деле, акция Яндекс с момента покупки принесла, ну, 29,42% роста. Вот такая инвестиция была самая первая. Ну, как я уже говорил, что акция была, вернее, деньги мы внесли в начале июля 9 тысяч, и практически, ну, больше половины из этих денег были вложены в Яндекс. Остается 4,5 тысячи рублей. Я ему сказал, что давай остальные денежки вложим куда. Да, значит, телекоммуникации купили, нефтянка обещала падение в этот момент, потому что нефть там падала, ничего хорошего не было. И я решил в транспорт вложить, ну, транспорт в лице компании Аэрофлот, потому что Аэрофлот в тот момент был не на высоте. Аэрофлот, он очень сильно упал, потому что коронавирус, самолеты не летают, вы знаете, грузоперевозки не идут, все остановлено. И после этого падения, в общем, стали думать о том, что же делать. То есть я решил купить эти акции на минимуме, потому что шли разговоры о том, что государство как-то Аэрофлоту поможет, потому что, ну, Аэрофлот не может разориться. Поэтому я решил посоветовать ему Аэрофлот, и вы видите, что этот совет был, в общем-то, неправильный, потому что, да, действительно, что произошло позже. Вот смотрим, значит, Аэрофлот болтался на этом минимуме, до которого он дошел, но потом решили, как государство будет помогать, а помогать оно ему будет следующим образом, то есть государство вливает деньги в Аэрофлот, но при этом Аэрофлот осуществляет доп. эмиссию акций. И она была объявлена, но эта доп. эмиссия была объявлена по цене, оферта была по 60 рублей за акцию. Что такое доп. эмиссия? Доп. эмиссия – это когда компания, вот у нее было такое количество акций, компания довыпускает какое-то количество акций. И те акционеры, которые уже имеют эти акции, ну, как бы, они имеют первостепенное право купить эти акции по оферте. Кто хочет, чтобы его доля не уменьшилась. Вот. Но таких желающих оказалось не так много, и акции в результате упали. В результате что получилось? Государство выкупило ту долю, которая обещана государству, и государство докупило еще по этой оферте какое-то количество акций. То есть оно влило эти деньги в компанию, но доля государства в компании «Аэрофлот» при этом увеличилась. А доля миноритариев, соответственно, слегка ужалась. Вот. Но то, что моя доля ужалась, это не страшно. А вот те акционеры, которые были основные, конечно, они очень здорово пострадали. Ну, как бы, вот так выхода не было. Ну, пострадал в том числе и я, потому что вот акции упали, ну, а потом они начали расти, там, «Аэрофлот» начал летать и так далее. Вот. Ну, собственно говоря, здесь было куплено 20 акций компании «Аэрофлот», и, в общем-то, деньги на этом и кончились. Вот. Что произошло дальше? Дальше в ноябре, как я и говорил, Кирилл доложил, ну, дозаработал какие-то денежки и еще 9 тысяч вложил. Смотрите, 9 тысяч у нас вложены в рублевые активы и осталась какая-то часть в рублях. Я говорю, ну, слушай, ну, давай теперь формировать валютную часть нашего портфеля. Мы купили на эти деньги валюту и стали формировать валютную часть. С валютой немножечко сложно, потому что валютных акций купить на вот эти небольшие деньги, на 9 тысяч, ну, можно не так много, но что-то все-таки можно. Я решил купить акции «Выбор небогатый» Pfizer, я решил купить акции Acadia Pharmaceuticals и то и другое фармацевтические компании американские. И есть такая компания Macy's, она недорогая, 7 или 9 долларов. Сейчас мы увидим, я решил купить в Macy's, потому что он из другой отрасли. Это фармацевтические компании, то есть сильный перекос у нас в фармацевтические компании. И Macy's – это сеть американских гипермаркетов. Ну, как я говорил, Acadia Pharmaceuticals сейчас, она участвует в разработке новых лекарств. Я почитал свежую информацию, там, ну, готовился отчет, перспективы этой компании. И прямо по всем параметрам «Buy, buy, strong buy» – это рекомендации, то есть покупать, покупать и строго покупать. Ну, и мы купили, вот вы видите, в ноябре месяце мы купили эту компанию, вот он, кружочек. Ну, и она пошла в рост, принесла уже 18,68%, меньше, чем за месяц, буквально в долларах. Вот, то есть это хорошая была покупка. Почему? Потому что, ну, рекомендации «Strong buy», вот, поэтому и решили приобрести. Следующая компания. Так, Macy's. С Macy's вообще великолепная вещь. Macy's – это сеть американских гипермаркетов. Ритейл в Америке, как вы понимаете, резко упал. И компания Macy's, ну, здесь не видно, она, в общем-то, очень-очень сильно упала, там, раза в два или в три. И так же, как, вот я говорил про Aeroflot, она находилась совсем внизу, бултыхалась. И когда я читаю обзоры, вот, аналитиков по компании Macy's, по фундаментальному анализу, они говорят, ну, Macy's не может просто разориться. Дело в том, что у этой компании все вот эти гипермаркеты, огромные в центре городов, в совершенно шикарных местах, находятся в собственности. То есть, компания Macy's, она, конечно, торговая, но у нее на балансе в активах огромная-огромная куча недвижимости. И аналитики говорят, ну, недвижимость-то никуда не денется, да, у Macy's упала выручка, да, у Macy's упали обороты, но, и он влез в долги, но для того, чтобы рассчитаться с долгами, Macy's только щелкнуть пальцем, то есть продать пару зданий, там несколько зданий буквально, и все. И поэтому, значит, вот аналитики, когда обсуждали, Macy's, блин, покупать или не покупать, покупать или не покупать, ну, как бы все, в общем-то, говорили, что, ну, типа, черт его знает, но, может быть, и стоит покупать. И поэтому, ну, вот, я долго тоже размышлял, на своем основном портфеле я его не покупал, ну, а здесь я решил купить. Дело в том, что одна акция стоит, там, 9 с лишним долларов, поэтому, ну, там оставались денежки небольшие из тех долларов, которые мы купили, 50% от всех денег, да, и я решил, ну, давай купим акцию, одну штуку компании Macy's. И я поставил, естественно, в стакан заявок цену, ну, пониже, купится, купится, не купится, не купится. Она, смотрите, что произошло, вот цена была такая, я поставил ее буквально здесь, что произошло? Цена буквально вот дернулась вниз до той моей заявки, чтобы я ее купил. Я ее купил, и, значит, она тут же выросла вверх, а потом, вы видите, вот она вот дернулась вниз для того, чтобы купиться, и потом пошла вверх, ну, а потом вышел отчет компании Macy's за третий квартал, и бьюш, он взлетел. Итого, компания Macy's у нас выросла на, на текущий момент, на 16% она выросла с момента покупки. Из первых, Polymetal я купил еще, Яндекс и Polymetal. Polymetal – это золотодобывающая акция, золотодобывающая компания, которые росли с ростом золота, и мы купили Polymetal, и она тоже выросла, там вообще все классно. Но потом золото почему-то начало падать, вот совсем недавно, и вместе с золотом упали акции компании Polymetal. Сейчас они в минусе. Но золотодобывающая компания, она никуда не денется, во-первых. А во-вторых, Polymetal – это не только золото, но и серебро, которое очень сильно дорожало тоже, но сейчас тоже упало. То есть сейчас временно эта компания в убытках минус 6,56% по портфелю. И из последних покупок – это акции AFK-система. AFK-система, в принципе, что такое AFK-система? AFK-система – это владелец… Это вообще очень интересная компания. Смотрите, это глава компании AFK-системы Евтушенко. Вы помните, что он под домашним арестом и так далее был. Потом с него сняли все обвинения, и потом начала AFK-система расти. AFK-система – ее нельзя отнести к какой-то определенной отрасли. Вот что я хочу сказать. Дело в том, что у AFK-система есть активы различные, и эти активы… То есть она сама по себе компания диверсифицированная. Это AFK – финансовая корпорация. То есть сама корпорация вкладывает в разные отрасли. Покупая только одну AFK-система, мы вроде бы инвестируем в разные отрасли, но риск при этом на Евтушенкова сохраняется. Поэтому здесь надо быть внимательными. Что такое AFK-система? Смотрите, как интересно. Если взять капитализацию всей компании AFK-система, то она получается вот такая. Теперь мы берем одну часть, основной актив этой компании AFK-система. AFK-система владеет МТСом. Мобильный оператор телесистемы практически целиком принадлежит AFK-системе. Так вот, вроде бы в AFK-система входит МТС, но МТС это самостоятельная компания, у нее собственные акции и капитализация компании МТС только одного актива, который просто входит в AFK-система, капитализация МТС выше, чем капитализация всей AFK-системы. О чем это говорит? О том, что акции AFK-система фундаментально недооценены. Их надо брать, поэтому следующей покупкой была акция AFK-система. Кроме AFK-системы, почему я ее взял еще? Потому что кроме МТС, у AFK-системы находятся заводы фармацевтические. И вы знаете, что Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса и собирается ее производить, а производить ее особенно некому. Но в России будет производить завод, я уже не помню, то ли диод, то ли еще что-то, но он принадлежит AFK-системе. И, значит, если там все получится, то, значит, соответственно, производство вакцины пойдет и денежки пойдут, потому что, ну, распиарили эту вакцину. Дай бог, чтобы все случилось. Поэтому AFK-система. Вот так мы формировали портфель Кирилла. И после там отчет ожидался, я уже не помню, что это было. Ожидалось что-то, что будет рост AFK-системы. Вот мы как раз купили накануне этого события. Ну, и не получилось. AFK-система упала в цене. То есть у меня на основном счете, на моем счете AFK-система принесла огромную прибыль. Вы видите, что она за это время выросла. Но сразу после того, как мы купили эту акцию на счет Кирилла, то она тут же и упала. Сейчас минус 12% этот актив у нас имеет. Здесь акции продаются лотами по 100 штук. Блин, тут написано 3000 рублей. То есть она уже очень сильно выросла с тех пор, как преследовали Евтушенкова. Вот такой портфель у Кирилла. Ну, и еще единственное, что я могу сказать, что сейчас в портфеле прибыль с момента его начала деятельности, ну, на текущий момент 948 рублей. Это за полгода. И, ну, вначале я говорю, что было 9000 рублей, потом еще 9000. Фактически это плюс 10% за полгода. Хороший это результат или плохой? Ну, не знаю, оценивать вам. Вот такие дела. Да, еще один момент самый интересный, что дальше еще я вложил немножечко денег, остаток. Там были, рубли остались, так сказать, остались немножечко рублей. И я решил просто округлить эту сумму. В рублях 664 рубля. На 664 рубля я купил, вернее, 664 это сейчас уже, этот актив стоит. На 660 рублей я купил 600 акций фонда ИТФ. Финекс ИТФ по рублю за штуку. То есть, помните, я говорил, что можно инвестировать от рубля. И я посмотрел, что это такое. Блин, мне так понравилась вот эта вот инвестиция от рубля. И это инвестиция в акции, компании крупнейших всего в мире. А 1 рубль, то есть на, ну, практически 1 рубль, на 660 рублей я купил 600 акций, ну, или долей вот этого фонда. Но про этот фонд так быстро не расскажешь. Об этом я расскажу в следующем видео. Поэтому подписка, лайк и ждите следующего видео. Я расскажу вам про эти фонды. Это вообще. Покупаешь одну акцию, у тебя диверсификация по крупнейшим компаниям всего мира. Захеджировано в долларах. То есть вообще крутейшая. И всего от 1 рубля. То есть смотрите, как я как-то намекал в одном из видео, что буквально вот бутылка пива, вы сэкономили бутылку пива, не купили ее, поставили назад на полку и решили, не буду-ка я эту бутылку пива покупать, а вложу-ка я их в инвестиции. И на вот инвестиции в 1 доллар, это там 70 рублей, бутылка пива стоит, можно купить 70 акций вот этого фонда, и эта инвестиция пойдет в акции крупнейших компаний. Ну замечательно. Подробности про этот фонд я расскажу в следующем видео. Инвестиции от 1 рубля. Оставайтесь на моем канале, чтобы не пропустить это видео. Подписка. На сегодня все. До встречи. С вами был Демятков Юрий.